Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сегодняшнее видео с Воронежской бложки. Находится блажный рынок Воронежа на остановке Йога Западный рынок. Общие обзоры этого рынка были в моем предыдущем видео, во влоговом видео. А сегодня мы с вами идем к конкретному продавцу. Мы с вами идем к Алексею и посмотрим, что продается у него, какой товар. Посмотрим подробно. Ну давай посмотрим, скажи, что тут у тебя есть. А этого мы видели. Да, этот пока у нас. Сидит, ждет своих хозяев. Это такие лафитнички. Лафитники уже за сегодня разобрали. ДХЗшные были. Ну, они у нас пользуются популярностью. Это такое, в 80-е годы. У них хрусталь по 200 рублей. Такие декоративные подсвечники. Ну, это что-то новенькое, да? Это не старое. Нет, это Европа. Оно почему, как и кажется. Так они по 400 рублей. С такими птичками еще. Клеем на них нет. Может, это что-то и ближе к современке. Вот стакан наша, одна из редкостей. Это стакан в подстакане, когда революционное видение ангела. В родной эмали краска сохранилась. От времени потертости на дне. Он стоит 12 тысяч у нас. Ну, роскошно. Да. Так же, дореволюционная вот такая вот шкатулочка. Она в идеале. Клеймо, к сожалению, подзатерто. Чья она, мы не смогли определить. Присутствует номер. Вот так она в отличном состоянии. Без кола, без всего. 2000 рублей она у нас стоит. Маловероятно, что кто-то будет это искать. Это шкатулочка Конакова на 20-е годы. По лекалам еще в кузнецовских фабрик сделана. В принципе, корзинка с фруктами называется. Полторы тысячи тут есть. Это старенький. Трещина в самой крышечке. В остальном без повреждений. Так. Там красивая пара. Да, это кузнецов. И это именно костяной фарфор. Тоненький. Не знаю, вот так вот на просвет. В принципе, будет видно из дефек. А в принципе, сколько у вас стоит? 600 рублей. А ледяная вот и сколько стоит? Есть скол на чашечке. Блюдце без повреждений. Такая стоит 5000. Обновления по брошечкам у нас появились. Это вот такая вот интересная брошечка. Камешки все на месте. Чехословакия. Стоимость ей 700 рублей. Это тоже по золоту. Это уже наша советская питерская фабрика выпускала. Камешки такая тоже брошечка 700 рублей. Коробочка в подарок. Ой. Аккуратно назад. Так, по серебру. Вот, относительно реденькая очень вещь. Она на серебряной цепочке. Такое вот фаянсовое яйцо. Христос воскрес. Фаберже? Да, Фаберже нам далеко. Это ближе к 50-е годы. Фабрику точно не могу назвать. Стоимость его 3000 рублей. Такая вот забавная статуя дочка появилась. Кошка в сапоге. Клейму отсутствует. Кто автор их несколько фабрик производила. Легенькая, достаточно тонкий фарфор. Стоимость 800 рублей. Не слишком ровно для нее. Такая вот курочка у нас. У многих, возможно, в детстве была ключик, родная коробочка. От нее инструкция по применению. О, вот ровная поверхность ей нужна. Она 700 рублей. Такая, она вообще целенькая. Все, механизм рабочий. Так, не убегай. Все, на месте. Птичка вот эту вещь, фарфар, вы покажи. Птичка? Нет, я вообще про другую спрашивала. А, это гжель, синица. Она без колок, без повреждений. Тысяча рублей такая. А вот эта птичка, которую ты спрашивал, это ЛФЗ. Она называется синица длиннохвостая. Без повреждений. Первый сорт, если я ничего не путаю. Такая птичка 800 рублей стоит. Так, из интересного еще тут. Шкатулка вот такая. Шкатулка, это сделано из кости. Тут именно бархат уже доделывали. Но это все сделано из кости. Ну, такая изящная, не знаю, под какую-нибудь небольшую бижутерию. Стоимость полторы тысячи. Куклы, в принципе, это у нас уже такие остатки. То есть, там, некоторые под ремонт берут, некоторые еще что-то. Средний ценник это 50-100 рублей за куклу. А вот та вот кукла, которая, ну ладно, про это скажи. Эта, эта куколка у нас 150 рублей. В принципе, стоит, не знаю, целенько, фабрику не подскажу, чья она. Наверное, ты за вот эту интересовалась. Нет, он тут в платье, но это тоже неинтересно. Это пупс Германии, он весь живой, он резиночный. Состояние такое, он единственный тут, то, что из дорогого, вон, 500 рублей мы его продаем. А вот та вот кукла, которая, в зеленом платье. Вот это вот, это 50 рублей у нас. Маленький такой, я думаю, ближе, это, скорее всего, современка такая. Да, чайно. А вот код с растянутыми резинками. Вон тот. Нет, нет, вот белый лежит вниз головой. Это так, под ремонт кто забирает или кто восстанавливает. 50 рублей он у нас. У нас из этой серии бычки были, их сегодня позабирали. Бычок, собачка, вон бычок. Уже кто-то его туда подзабросил. Тоже они у нас по 50 рублей. Вот эти какие-то штуки интересные. Это первое, это конфетница. Англия вторая, это салфетница итальянская, она оловянная у нас сделана. Ее также используют в Италии под хлебцы. Забыл название этих хлебцев, как они подаются, типа на перекус. Их подают, она именно произведена в Италии. Это ручная работа. Это все оловянная. 2000 рублей она у нас стоит. Хорошая. А тут все по одной штуке, да? Такой второй нет. Да, то есть может быть что-то одно, что-то, пара. Да я тут не нашла, что мы увеличили, что мы машинку показываем. Ну машинка это много у кого есть. Так из подсвечники, из новых, то что есть. Это на одну свечу, это Индия, полторы тысячи. Индусские на две свечи, он у нас три с половиной. И интересная вот фруктовница, Пути. Вот, да, сейчас видно. Она у нас стоит четыре с половиной. Это латунь с посеребрением, Германия, 50-е годы. А это что за колесница? Это что такое? Это покупка, это на мраморе сделано колобой, господи. Колесница из латуни. Просто декоративка такая, мы продаем тысячу рублей. Для чего, что, в честь чего, я информации на ней в принципе найти не мог. Ее все указывают, как декоративку. А вот это какая-то ладья там, это камень? Это, да, это мыльный камень по сравнению с тем же, как у нас шкатулки были мы тогда с тобой, я показывал. И в виде лягушки, и что, что-то. Это тоже мыльный камень такой. Я не знаю его степень использования, но я думаю, его больше использовали как шкатулку. Там у тебя появилась голубая ваза, да? Это германия. Ой, ваза, лампа. Да, керосиновая лампа, это дореволюционная. Блин, завод. Бахметьевых, если я не ошибаюсь. Нужно посмотреть клейму. Это родное стекло, родной сердечник. Ее можно, в принципе, заправить и поджечь. Она на ножке, ножка пустотелая сама. Такая оригинально сделана. Она стоит у нас 4000 рублей. Я о ней мечтала год назад. Так, что у тебя еще? Вот это яблоко, по-моему, не было. Яблоко, это 150 рублей шкатулочка такая деревянная. Возможно, это чьет кусты, как мы называем. Она деревянная? Я думаю, она керамическая. Нет, оно и одно дерево. Это кто-то, я думаю, сам мастерил. Вот эти места показывают английский, да? У тебя прям сервис, он, да? Ну, сервис я могу, то есть, если есть интерес продать, то есть, я отдельно могу пары продать или весь сервис. Весь сервис вместе я за 5 продаю. Если кому-то интересна чайная пара на приобретение, ну, полторы тысячи за пару я готов буду продать. А что в сервис ходит? Вот 4 пары и сахарницы, да. Ну, не совсем сервис, набор с пари. Ну, набор. Это у тебя что-то такое походное, да, вот это? Это дорожный набор, то есть, тут и за фотографии будем доплачивать. Это недорого? Под зубную щетку именно дорожный набор, это идет на семью. То есть, там, зубной порошок, маникюрный набор, дополнительный. Он считается 15-предметный. Он стоит у нас 500 рублей. Такой наборчик. Те бокалы высокие, очень красивые. Это бокалы свадебные, называются в фабриках ГХЗ. Они по тысяче рублей у нас. Хрусталь, звонкие. Также за ними это интересные. Руслан, подай вон тот поближе. Да, его просто сдалека не так сильно видно. Просто, как сама по себе работа сделана ножка, как отлита. И вот это сечение, листочки, цветочки. Как бы мне его показать, чтобы было видно? Вот так. Красота какая. Они тоже по тысяче рублей. Это 60-е годы выполнялись. Мне саму очень нравится техника, как ножка сама по себе сделана. То есть, рисунки такие часто где использовались? Ну, такие прям мне первый раз попались. Возьми. Одинозовый бокал. Одиночка наша. Сколько он стоит? Он стоит целых 100 рублей. 100 рублей. А вот там за ним это масленка, да? Это масленка начала 20-го. Мы продаем за 500 рублей. У нее есть скол. Она сама по себе интересная. То есть, она недореволюционная. Это уже такие 20-е, 30-е годы. Но там, к сожалению, присутствуют сколы у нас. Мне это нравится. Так, что еще тут? Вот этот голубой набор. Ну, мы его уже показывали. Он этот нравится, что я каждый раз его хочу показывать. Сколько он стоит? Полторы. Да, туалетный наборчик. И немного кто интересуется. Но все почему-то резко начали искать такой же в зеленом цвете, а у нас он в синем. Ну, у каждого свой цвет. И вот этот голубой необыкновенно красивый до сих пор стоил, да? Почему-то не нашелся у хозяина. Ну, я бы сказал, в плане того, у народу пока не хочется пройти сильно посуду. Ну, он очень красивого цвета. У него такая лаконичная форма. Мне очень нравится. Сколько он стоит? Ну, я за тысячу отдаю сейчас. За тысячу. Ну, цена прекрасная. Да. И снова это еще появилась конфетница синее стекло. Она так подспряталась, заставил народ. Она... Который показывает с крышечками. Да, да, да. Нет, нет, нет. Да, да, да. Это правило. Это, которая с крышечкой. Она редкая сама по себе. Кобальтовая стекло. Мы ее продаем полторы тысячи. А вот так? Это конфетница. 500 рублей. 500 рублей? Там у тебя еще что-то такое? Это стопочки? Это стопочки от набора цветного стекла. Графин самого, к сожалению, нет. Они тысячи рублей набор. Если кому-то в дополнение, набор назывался виноград. Если вдруг кто-то ищет. Так, еще тут я вижу, что? Я вижу вот такой розового цвета. Графиночек? Графиночек этот за 200 рублей стоит. Он чисто такой, я бы сказал, под воду, широкое горло сделанное. Кабинетка так называемая. И там за ним спрятался большой красивый чайный. Да. Это производство Краснодар, 70-е годы. Ну, очень интересная роспись. Он у нас в продаже 2000. Пока ищет еще своего хозяина. У него объем, он большой. 3 литра. 3 литра. Да. Это вообще нормально для работы. Это наш Джордан. Это Джордан? Джордан, да. Он приехал в 70-е годы из Кубы к нам в Воронеж. Так и ждет, кто его к себе пристроит. Стоимость у Джордана 10 тысяч. Послушный он, не кусается ничего. Кусается, а чемоданы тоже продаются? Ну, чемоданы, в принципе, да, в продаже. Чемоданы по 300 рублей. 500 рублей. Что тут у нас сейчас там? Вот дорога, вот красивая. Да, это ВАЗа Югославия. Она достаточно как? Она редкая тем, что их была очень маленькая серия. Их выпускали там порядка, по-моему, 2 года и все. Ну, мы ее продаем 1000 рублей. А вот это следующее? Это советская привод такая, 60-е, 500 рублей конфетница. А вот там дальше? Это мы, по-моему, в тот раз снимали. Она одна сейчас осталась. Она тоже 500 рублей за ней. Самая одна из самых распространенных. 200 рублей она стоит. Я не помню, показываем его или нет. Он такой прям красивый. Нет, мы его не показывали. Это производство пермской артели. Очень знаменитый наш солдат Василий Теркин. На камне с гармошкой. Стоимость всего 1500. Он, ну, есть следы бытования, то есть подзатертый немного, я бы сказал. И внутри там клеймо присутствует. Как бы, ну, оригинально. Это, я бы сказал, даже как эпоха того времени. Один из самых знаменитых. Я даже у людей специально спрашиваю. 50 на 50 на самом деле. Кто узнает, кто нет. Ну, вот на этом все. Напомню, что контакты Алексея все указаны в инфобоксе. Если что, обращайтесь. А я с вами на этом буду прощаться. До следующей встречи. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok